Здравствуйте, с вами компания Дом Дорогу, меня зовут Константин. Вот интересный ракурс у нас сейчас. Вот посмотрите, справа прицеп Винвурт, да, а слева прицеп Прайм Тайм. Разные производители. Вот посмотрите, насколько этот прицеп коротенький, ну вот он по сравнению с этим коротенький, видите? Ну, совсем ничего. То есть тут сколько? Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть метров, да? То есть он меньше, чем Хобби 620. Но масса у него 3400. Я не знаю, из каких кирпичей он сделан, из каких железобетонных блоков его тут варганили, да? Что шестиметровый прицеп 3400. А вот этот прицеп Прайм Тайм, посмотрите, какой он длинный, да? Вот если тот шесть шагов, грубо говоря, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. То этот аж целых восемь метров. А и вес его тоже 3400. То есть вот посмотрите, и тот, и тот имеет одинаковый вес, но этот восьмиметровый, а тот шестиметровый. Ну, я шагами просто мерил. И еще, обратите внимание, как далеко у него свещены оси. То есть здесь тягач практически не щадили. Здесь вот нагрузка на шарик огромная. Вот в связи с этим и вот эта червячная передача, потому что поднять его руками практически невозможно. А в этом прицепе оси расположены практически посередине. Ну, почти посередине. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть они может быть смещены назад. И груз можно у него сбалансировать так, что нагрузки на шарик у этого прицепа почти не будет. И поэтому тут нет передачи вингайка. Тут достаточно руками его поднимать и опускать. Это я говорю владельцам Range Rover. Потому что у Range Rover, у автомобиля Range Rover, нагрузка на шарик фаркопа имеет некоторые ограничения. Потому что у них балка там очень хлюпкая посередине. И, конечно, владельцам Range Rover тяжелые прицепы имеются в виду тяжелые, с нагрузкой большой на шарик. Тяжелые прицепы иметь нельзя. Хотя вот по массе они могут тянуть до 3,5 тонн. Но нагрузка на шарик у них ограниченная. И вот эти вот американские прицепы, мне кажется, как раз для них, запомните название, Prime Time Avenger. И сейчас мы начнем видеообзоры вот этих прицепов Prime Time Avenger. И начнем вот с этого 24FKS. Ну, у всех прицепов, без исключения, я быстро это скажу и все время буду повторять. Уж извините меня за навязчивость. Самовыдвигающиеся маркизы всегда. Американская система слива черной-серой воды. Что это такое, посмотрите в предыдущих роликах. Это именно в этом прицепе багажное отделение под кровать. Давайте посмотрим с этой стороны, что он из себя представляет. Вот такой вот большой слайдер у него. Некоторые серии идут без слайдеров, но они и дешевле. Выполнен он из таких алюминиевых рифленых пластин. Вот эти волны, они нужны для компенсации температурных сжатий и расширений, чтобы не трескалось ничего. Ну и пошли. Все-таки скажу. У всех американских прицепов, кто не знает, кстати, внешний душ. У всех американских прицепов, кто не знает, всегда бак черной воды, он большой. Он 150, 180, 110 литров. И нет вот этой кассеты биотиалета 20-литровой. Это позволяет накапливать большое количество черной воды и не нужно каждый день ее сливать. Извините, я в каждом ролике это буду повторять, потому что это отличие от европейских прицепов. Ну что, пошли внутрь этого прицепа, посмотрим, какая планировка у него внутри. Погнали. Avenger 24 FKS от компании Prime Time. Вы знаете, вот этот прицеп, я когда зашел, я офигел. Вот некоторые прицепы, заходишь, ну все классические, все стандартно, все. А вот несмотря на то, что у меня достаточно большой опыт, я уже в сотнях прицепов побывал, но иногда офигеешь, когда заходишь просто, просто обалдеваешь от того, что видишь внутри. Вот запросто можно этот прицеп продать. Вот какой-нибудь супружеской паре, вот этот прицеп для двоих, можно продать свой основной дом, поселиться здесь, жить всю жизнь. Давайте сейчас зайдем и посмотрим его размеры. Вот обратите внимание кухни. Вы когда-нибудь такое видели? Каких невероятных размеров кухня у этого прицепа для двоих. Для двоих. Я не знаю, тут что можно, какой-нибудь ресторан организовать, тут столики поставить, там не один, а несколько, да, и принимать посетителей, может быть, для этой концепции. А здесь для них что-то готовить, там стенку огородить, это кухня, это обеденный зал и так далее. Но этот прицеп для двоих. Значит, ну дальше, холодильник, компрессорный американский, микроволновая печь, комфорка, я не знаю, трехкомфорочная, тут 10-комфорочную комфорку для такой кухни нужно было делать. Представляете, тут вот, наверное, вот такую вот огромную, гриль и, обратите внимание, дизайнерская такая стенка, место для телевизора, вот здесь вот расположено, кстати, очень удобно под углом смотрит именно на кухню. Неплохой прицеп для двоих. И вот это вот ложа для, вот для хозяев этого прицепа, оно стандартно удобное, да, давайте посмотрим. А, вот тут такая же вот дверь, которая автоматически, вернее, которая задвигается, туда-сюда ходит, но оставили место для телевизора, видите? Достаточно удобно. И вот такая вот большая, очень большая для двоих туалетная комната. Умывальник, туалет, душ. Давайте мы сейчас его откроем. Вот так вот. Мы его открываем, вот такой вот душ. Ну, пожалуй, это самый лучший прицеп для двоих из всех, которые я когда-либо видел. Ну, смотрите, каких размеров. Вот только один гардероб чего стоит, видите? Как в нормальных домах. Огромное количество шкафчиков, все из натурального дерева, ну, превосходно. Ничего не скажешь. Ну, что ж, подробности и цену этого прицепа вы можете узнать, пройдя по ссылке в описании к этому видео. Наш сайт Дом в Дорогу. Заходите к нам, с нами интересно. На площадке компании Дом в Дорогу в настоящее время готов к продаже самый лучший на сегодняшний день Тор Эйс 30.4 на 7 спальных мест. Он в наличии прямо сейчас. Цена этого автодома дешевле, чем нового, а пробег всего 15 тысяч километров. Для автономного использования стоит 5 аккумуляторов. У него есть пневмо, подвеска. Этот автодом может заправляться помимо бензина еще и газом. Помимо газового отопления, автодом имеет запасной дизельный отопитель. У него есть мощный бортовой генератор. Автодом имеет большой слайдер. Автодом снабжен электрической маркизой с системой автоматической уборки при усилении ветра. У него сквозная система водоснабжения и слива сточных вод. У автодома огромный бак черной воды. Автодом автоматически устанавливается параллельно поверхности земли с помощью мощных лап. Подробнее об автодоме 8 918 487 50 79.